Добрый день. Сегодня у нас такая благостная тема для разговора, которая в общем-то близка нам обоим. Женщины в революции. Я скажу честно, мы даже не намечали главных героинь, потому что их такое огромное количество, но поскольку главные... Речь идет об истории о революции. Нет, ну, в принципе, женщины... Нет, это надо уточнить, поскольку некоторые твои знакомые могут подумать, что сейчас ты будешь про них рассказывать. Нет. Дело в том, что поскольку Егор у нас все-таки в данном случае главный говорящий, то я вот не знаю, вот из народной воли мы кого-нибудь возьмем или сразу пойдем к большевикам? Ну, я думаю, что давай сегодня поговорим про непосредственно события 17-го года, не только про большевиков, потому что в принципе в каждой партии были яркие женщины, и особо я хотел бы отметить, что до февраля 17-го года революционеры – это далеко не только большевики и даже не только представители партии революционной демократии, но и представители буржуазных партий. То есть члены партии кадетов, женщины. «Любимая» – это бой в кавычках. Париатна Теркова, Вильямс, Софья Панина, которая также находилась в оппозиции к большевикам. Это очень видные такие персонажи. Да, в общем-то, «Гражданская жена» Горького Андреева, по сути, в общем-то… Лариса Федоровна Андреева, безусловно. Один из ключевых персонажей, на мой взгляд. Да. Хорошо. У меня-то, конечно, сразу встают в образы Ларисы Рейснер и прочее, но давай начни с того, с кого ты хочешь. Ну, я бы сначала вообще дал общую картину, почему женщины шли в революцию. Вот это очень правильно. Почему? Женщины в дореволюционной России, конечно, по традиции, традиционно всё-таки считались оторгнутыми от политической жизни. Женщины не обладали избирательными правами даже после 1905 года, не говоря уже о предшествующем времени, когда появились выборы в земство. Женщины были поражены в таких вещах, как, например, получение высшего образования, то есть приходилось им уезжать за границу для того, чтобы получить высшее образование. И, собственно, вот пример Софья Ковалевской – это великий русский математик и первая женщина-профессор в отечественной истории. Но когда про это рассказывают, обычно забывают, что Софья Ковалевская была первой женщиной-профессором не российского университета, а стокгольмского, то есть она была вынуждена эмигрировать для того, чтобы сделать карьеру в Европе. И это, в общем, очень важный фактор, который показывает некую косность Российской империи, которая, конечно, расшатывалась уже в царствовании последних императоров, но все-таки не до конца, все-таки с большим трудом это происходило. Создавались, конечно, проекты, которые были нацелены на женское образование, в первую очередь в Бестужевских курсах, но все-таки этого было недостаточно. То есть полноценно получить образование и сделать карьеру женщина в России не могла. И это, в общем, продолжала эта диспропорция, она продолжалась до самого конца. Она даже в паспорт все время была вписана либо мужа, либо отца. Да, совершенно верно. Куда уж дальше? Поэтому вполне естественно, что женщины, конечно же, во-первых, из дворянского сословия, а след за ним из разночинного сословия стремились к преобразованию этой действительности. Поэтому нет ничего удивительного, что мы видим персонажей вроде Софьи Перовской в революционном движении, потому что Софья Перовская, казалось бы, дочь бывшего генерала-губернатора Петербурга, Льва Перовского. На какой хочешь балл, какие хочешь драгоценности, какие хочешь платья. Но, тем не менее, для женщины, которая имела доступ к домашнему образованию и могла, в принципе, осмыслить происходящее в России, вполне естественно было, что она приходила к идее революционного движения, к участию в революционном движении. И, в общем-то, этим же путем следовали и женщины второй волны революционного движения, которые сыграли большую роль уже в событиях 17-го года. Сначала 5-го, а потом 17-го года. Ну, и здесь есть очень яркие персонажи из разных политических партий, из разных политических движений. Если мы говорим о большевиках, то это, конечно, Александра Калантай. Александра Михайловна Калантай, она в девичестве носила фамилию Дамонтович. Считается, что она потомок князя Давмонта Псковского, героя средневековой Руси. Но у них ходила такая легенда в семье. Это родовая легенда. Ну, отец ее был участником и героем русско-турецкой войны 17-го, 17-го, 17-го годов. Вот Александра Михайловна Калантай энергично влилась в социал-демократическое движение и в результате стала первым в мире женщиной-министром. В первом совете народных комиссаров она заняла пост наркома государственного презрения, наркома по делам сирых и убогих, униженных и оскорбленных, как бы мы сейчас сказали. Но она не единственный, конечно, персонаж, который достоин. Вот буквально два слова. Я просто предугадываю, что там будут вопросы и комментарии. Ну, когда мы говорим о Калантай, что мы с следующим говорим? Естественно, про стакан воды. На самом деле все вменяемые люди, в первую очередь, вспоминая о Калантай, отмечают, что, во-первых, это первая женщина-министр, во-вторых, очень значительно была ее роль на посту посла Советского Союза в Швеции. Это вершина, в общем-то, ее карьеры, поскольку она приложила массу усилий А для того, чтобы Швеция осталась нейтральной во Второй мировой войне, Б для того, чтобы через эти шведские каналы впоследствии вывести из войны Финляндию в 1944 году. В этом была ее большая политическая и дипломатическая роль. Что касается теории стакана воды, которая в карикатурном совершенно виде очень часто излагалась в 90-е годы. Якобы эта теория гласит, что утолить свою половую потребность так же легко, как выпить воды из стакана. И поэтому саму эту теорию приписывали Александре Калантай. Хотя на самом деле Александре Калантай так вульгарно никогда не выражалось. Там была больше мысль о раскрепощении женщин, в принципе. Основная мысль Калантай – это мысль, действительно, о раскрепощении женщин, потому что сохранялись пережитки старого, когда женщина считалась приложением к своему мужу, когда она должна была во всем подчиняться мужу, когда брак был своего рода тюрьмой, вот женщина вышла замуж и должна была мужу повиноваться во всем следовать его желаниям, его стремлениям. И вот это подчинение, конечно, налагало определенные оковы на женщину, и в том числе оковы в том смысле, что она не должна была получать высшего образования, не могла заниматься какими-то своими любимыми делами. Ее дело – это воспитание детей и помощь мужу. Сама она как самостоятельная общественная единица не выступала. И Калантай обличала буржуазную семью. И говорил, что нет, женщина тоже человек. Женщина может трудиться, женщина может учиться. Женщина никогда не отрицала семьи, но при этом я говорю, что семья должна быть равноправной. Калантай была борцом за гендерное равноправие. Ну, в общем-то, одна из последователей суфражисток и одна из первых феминисток. Да. Но я бы не сказал, что это феминизм. Я бы не сказал, что это феминизм. Это именно борьба за равноправие. Потому, что феминизм – это все-таки борьба за женское равноправие. Это доминирование скорее. О, сейчас тебе прилетит! Ради бога! У меня же есть прекрасное интервью с феминистками и марксистками на канале. Я считаю, что Калантай – это, конечно, выдающийся борец за женское равноправие. Она очень много реально сделала для этого. Но именно за равноправие, да. Именно за равноправие. Ее второй брак с Дебенко тоже был фактически таким манифестом, по сути. Он был манифестом, но нельзя сказать, что он был заключен, во-первых, без чувств. Во-вторых, все-таки Павел Ефимович Дебенко… Не стоит преувеличивать его некультурность, отсталость и так далее. Во-первых, это был харизматичнейший человек. Это был настоящий самородок, блестящий оратор митинговый, который умел овладеть вниманием буйного, вольного контингента. Человек, у него было достаточно приличное образование, по-моему, закончил реальное училище. Этого я не могу сказать. И, соответственно, все-таки он не был таким отстаточным. Он был грамотным, умел читать, умел писать. Совсем тупого такая женщина, как Калантай, не запала бы. И да, он обладал, безусловно, харизмой, потому что это был настоящий командир, человек, за которым шли, такой революционный вождь. Ну, я к тому, что вот в среде Калантай, я имею в виду ее бывших знакомых и прочее, этот брак, конечно, он там навел шороху. Они там все в таком были ауте и писали, боже. То есть, они приводили как раз факты этого брака как… Ну, это в среде бывшей среде Калантай. Ну, естественно. И не в среде Калантая 17-го года. Я поэтому и говорю, что этот брак, он был вот такой, как это, пощущен общественному вкусу прошлого. Ну, прошлого, да. Потому что в 17-м, 18-м, 19-м году окружение Калантая наоборот помогло только приветствовать и приветствовать этот брак. И Дебенко с Калантай находились на одной волне. Единственное, что Калантай все время пыталась подвинуть Дебенко к тому, чтобы он учился у старых военспецов, а Дебенко органически их не переносил. Ну, да, и чем это закончилось? Да, закончиться это не очень хорошо. Хорошо, да. Калантай. Но все-таки надо учесть, что Калантай – это не теория стакана воды. Калантай – это большая государственная работа в области презрения. Это очень значительный вклад в борьбу за женское равноправие, и, наконец, это выдающаяся дипломатическая работа уже в годы Великой Отечественной войны. Так что вот это главное в истории Калантай, а не то, что она там выступала за блуд и разврат, за который она не выступала. И, кстати, да, по поводу теории стакана воды. Теория стакана воды – это была такая интеллигентская игра в кругах Петрограда и Москвы. Это вот интеллигенты увлеклись, хипстеры тогдашние, так сказать, конца десятых, начала двадцатых, середины двадцатых годов, они увлеклись. Вот было модно, значит, такие эпатажные теории высказывать в левых кружках. Сам, например, Ленин категорически отвергал, написал, что это бред. Он писал, вы же не будете пить из грязной лужи по этому поводу. А некоторые пьёт и до сих пор. Теория была жёстко раскритикована и Лениным, и Луначарским. Это, в общем, известные факты. И, конечно, сам Владимир Ильич Ленин – это был человек консервативной культуры, т.е. он был абсолютным модернистом в социальном строительстве, но в области культурных вкусов он был абсолютным консерватором, поэтому, например, он не любил Маяковского, зато очень любил Пушкина и Тютчева и Тургенева. Ну да, вот Александр Калантай. Значит, Лариса Рейснер – второй пример, блестящая писательница, очень талантливая, пламенная революционерка, женщина, которой восхищался ещё один революционный лидер матросов Фёдор Раскольников, у них был роман, который начался как раз во время штурма «Взятия Казани» в 1918 году. Она же ещё походила в Кажане, это же было так круто. Какая красавица ещё в кожаной куртке. Абсолютно. Вот в фильме «Крылья империи» попытались одну из главных героинь слепить с Ларисой Рейснер, но получилась какая-то нелепая карикатура. То есть, вот эта тупорылая кокаинистка, которая там выступает в качестве одной из героинь, она, конечно, абсолютно не похожа на такую пассионарную валькирию революции, какой была Лариса Рейснер. Кстати, друзья мои, вы постоянно меня спрашиваете про сериал «Империя под ударом», я тут попробовал посмотреть. Я не смог, мне просто не понравилось, как сделано. Ну, т.е. и технические, и актёрские костюмы, грим, ну, в общем, вот это всё. И сюжет какой-то несколько странный всё-таки, поэтому не могу ничего сказать уже никогда про этот сериал. Прекрасная женщина, ну, вот она умерла от тифа. Т.е. судьба её прервалась из-за болезни. Ну, и сюда же примыкает, конечно, Надежда Константиновна Крупская, потому что она тоже была очень пассионарной женщиной. И мы как-то очень часто воспринимаем Крупскую через призму её уже по фотографии, когда она в пожилом возрасте, она была тяжело больна, и у неё была база этого болезни, она страдала от этого, но когда она была ещё молода и полна энергии, она, конечно, сыграла огромную роль. И не только как соратница и помощница Ленина, но и самостоятельную роль, потому что культурная политика молодой советской власти во многом направлялась именно Крупской. Т.е. наркома просвещения был Луначарский, конечно, но Крупская была его помощницей, фактически его заместительницей. И, например, всё, что связано с созданием Испчи Таллин, всё, что связано с программой просвещения крестьянства, всё, что связано с системой создания народных библиотек, системой внешкольного, так называемого, образования, это Крупская. Это её участок работы. А вот то, что она там в списке рекомендуемой литературы, там был даже у неё скандал с Луначарским по этому поводу, т.е. она какие-то книги исключала, привычные для всех, классиков каких-то. Т.е. она подготовила такой список литературы, на который должен обучаться теперь. Да не было там никаких скандалов. Там были, скажем так, частные дискуссии, которые, в принципе, никакой особенной роли не сыграли. Т.е. Пушкина Крупская никогда ниоткуда не исключала, Толстого никогда ниоткуда не исключала. Т.е. это были какие-то мимолётные споры, вполне нормальные, на самом деле, для среды большевиков, которые впоследствии, там 80-е-90-е годы были раздуты до уровня каких-то вселенских проблем, вселенских коллизий. И основной смысл этого раздутия заключается в том, что большевики хотели уничтожить русскую культуру. Там Ленин хотел закрыть Большой театр. Например, есть такой миф о том, что Ленин хотел... А Луначарский... Ну, это был спор, да. Т.е. Ленин действительно хотел закрыть. Но не потому, что Ленин считал, что русскую культуру надо уничтожить, а потому что театр был убыточным, и Ленин предложил деньги, которые уходили на содержание театра, направить на программу ликвидации безграмотности. И сделал это помимо Наркома Просвещения. А Нарком Просвещения был возмущён тем, что сделали это без него, и, значит, с цифрами в руках доказал, что можно сделать иначе. И театр сохранить, и как бы изыскать деньги на программу ликвидации безграмотности. И это было нормально. Т.е. никто не воспринимал это как Луначарский, там, выскочка какая-то, посмел с Лениным спорить. Такого не было, это было нормально. Поэтому не стоит придавать особенного значения этим событиям. Все эти люди, и Луначарский, и Крупская, и вообще все члены первого большевистского правительства, это были в первую очередь рабочие лошадки. То, что выпало на их долю, это огромный труд. Огромный труд. И то, что они сумели не просто им заниматься, а ещё и дать какой-то результат, это говорит о том, что это были люди, во-первых, очень мотивированные, очень воодушевлённые, во-вторых, очень работоспособные, а во-третьих, очень талантливые. И Крупская в этом отношении мне даже жаль, потому что первое моё образование было получено в университете культуры и искусств. Крупа. Он был известным также как Крупа, ещё в советские годы, какое-то время, я не знаю, где я когда поступал, он уже не был университетом Крупской, но раньше носил имя, и когда мы заходили в центральное здание, там стал буст Надежда Константиновна, а потом его убрали. Я считаю это потрясающей несправедливостью, потому что Крупская носила... то есть институт университета носил имя Крупской, потому что она его создала. Это была идея её, Илон Ачарского, который изначально был институт внешкольного образования. Смысл заключался в том, что необходимо проводить ликвидацию безграмотности. А где кадры? Кадров нету, надо их готовить срочно, очень быстро, и поэтому был создан институт изначально для подготовки кадров, которые будут заброшены в деревне для создания пунктов ликбеза и вообще для народного образования. А потом он разросся в институт культуры, в университет культуры и искусств. И это, безусловно, огромная заслуга Крупской, которую как бы невозможно вот так вот росчерком пера отменить и вычеркнуть её из нашей истории. Нет, это сделала Надежда Константиновна. Поэтому вот тут недавно я смотрел одну программу, может, ты знаешь, приходит ко мне на «Цифровую историю» Борис Григорьевич Кипнис. Это мой преподаватель в университете культуры, в частности, он преподавал у меня. Он же один из главных спикеров нашего фестиваля. Да. А ещё он выступал на таком проекте под названием «Открытая библиотека», который делает тоже выпускник университета «Культура» Коля Солодников. Он учился на курсе младше. И вот там была какая-то такая дискуссия странная. Ну, там идеологически маркировано это всё, и на дискуссии приглашаются совершенно конкретные люди. И вот там была дискуссия «Какое наследие 1917 года в сегодняшней реальности?» Вообще наследие в какой-то конкретной области. Вообще наследие. Нет, тема была заявлена широко. И там сидит Борис Григорьевич, ещё какой-то спикер, ещё какой-то спикер. Вот они начинают обсуждать, что от 1917 года осталось. Чего они только не обсуждают. Лично если бы мне задали этот вопрос, вот первое, что вот сегодня? Я бы сказал, что все люди, которые находятся в этой аудитории, они умеют читать и писать. Вот это явное прямое наследие 1917 года. И вот это не отменить никакими розчерками пера, никакими указами, никакой досталинизации и так далее. Потому что это вошло в плоть и кровь. Вы умеете читать и писать. Хотите вы это, не хотите вы это. Но всё население нашей страны научилось читать и писать при большевиках и благодаря им. Благодаря их системным государственным программам. И роль Крупской в этом, она огромна. И роль... Ну вот этот институт, который она создала в 1918 году, он был... Это был один из институтов, которые создали в Петрограде. Но такие институты стали создаваться по всей России. И не только по России. В других республиках Советского Союза потом. То есть, это была именно государственная программа. Благодаря которой грамотность и представление об окружающем мире стали стремительно развиваться у крестьянского населения, которое, конечно, пребывало в таком близком к природе состоянии. В Москве есть переулок Огородная Свобода. И там есть особняк чьей торговца Высоцкого. Одного из главных спонсоров эсеров. Потом там был Дом пионеров. И там есть потрясающая мемориальная доска. Значит, на ней написано, что здесь бывала Надежда Константиновна Крупская. Бла-бла-бла. И в конце большой друг детей. То есть, такая формулировка умилительная. Я каждый раз когда-то ввожу людей, показываю. Еще там перед ним раньше стоял памятник Сталину с триумфальными колоннами. Не триумфальными колоннами, а астральными, фактически, колоннами. А потом был Ленин один, а потом, наконец, Ленин молодой. Вот этот большой друг детей – это прям такое ми-ми-ми. Вот. Это что касается большевиков. Самые яркие. Хотя следует еще назвать, наверное, одну фигуру из числа большевиков. Это Елена Дмитриевна Стасова, также член ЦК. Очень яркая фигура. Как ее «Абсолют» же, да? Ее партийная кличка «Абсолют». Елена Дмитриевна происходила из знаменитой семьи дореволюционной России. Ее дедушка – это Василий Петрович Стасов, выдающийся архитектор, который построил, в частности, Троицкий собор в Санкт-Петербурге знаменитый. Его дети также были очень известными людьми. Владимир Васильевич Стасов – знаменитый литературный, вообще художественный критик. Я бы сказал, что это главный пиарщик передвижников и «Могучей кучки». Да, «Могучая кучка» – это он и придумал название. Выдающийся публицист, искусствовед, человек очень влиятельный в кругах дореволюционной интеллигенции. Но не менее влиятельным был и его брат, папа Елены Дмитриевны, Дмитрий Васильевич Стасов. Он был адвокатом. Он был адвокатом. Первым председателем Петербургского совета присяжных поверенных, то есть адвокатов, как так назывались адвокаты дореволюционной России. Его называли «совестью русской адвокатуры». Он также был человеком демократических взглядов. В 2016 году у него на квартире некоторое время жил Ленин, кстати. Понятно, что привела его Елена Дмитриевна. И поэтому вполне естественно, что представительница этой семьи в итоге вошла в революционное движение. И с Крупской дружили с юных лет. Стасова вошла в Центральный комитет, она была в Петрограде в феврале 1917 года, именно она была человеком, который встретил возвратившегося из ссылки Сталина, Каменева и Матвея Муранова в марте 1917 года. Её судьба сложилась относительно благополучно, потому что она прожила долгую жизнь, до 60-х годов дожила, опубликовала мемуары. Правда, она не принимала активного участия в политической жизни, некоторое время она работала в структурах Коминтерна, потом в издательском деле во время Великой Отечественной войны рвалась на фронт. Она блестяще владела иностранными языками, в том числе и немецким, она хотела быть военным переводчиком, но её чуть не отпустили, потому что она уже пожилым человеком была. Но тем не менее в 60-х годах она считалась ветераном революции, была окружена всенародным почётом и уважением, написала очень интересные воспоминания, кстати, которые мы всем рекомендуем. Вот это представитель дореволюционной интеллигенции, интеллигентской семьи с корнями, который пошёл в революцию и успешно в ней существовала. Правда, мы не знаем, как она относилась к сталинскому курсу, реформу, вообще к сталинскому курсу. Есть основания полагать, что она критически воспринимала происходившее. Известно, что уже в 40-х годах она поставила тёплый отзыв о Бухарине, со что ей немножко дали по шапке, но, тем не менее, никаких серьёзных последствий это не имел. Вот эти четыре фигуры из числа большевиков я бы выделил главные женщины, большевистские женщины в революции, но никогда нельзя забывать о том, что среди представителей других революционных партий также были очень интересные женщины. В первую очередь это Мария Спиридонова, конечно, одна из лидеров левых СССР. Мария Спиридонова – женщина ярчайшей биографии, которая была символом борьбы против самодержавия, такой Мадонной в революционном движении, потому что она была арестована, потому что ещё в ходе революции 1905-1907 годов она участвовала в террористической деятельности, была жестоко избита жандармами. Мария Спиридонова – ей было 16 лет, она стреляла в человека по фамилии Лужиновский. Мария Спиридонова – да, её отправили в Сибирь, где она, собственно, и просидела до амнистии февраля 1917 года. Мария Спиридонова – там есть пикантный момент один, заключающийся в том, что она написала такое письмо, из которого там прямо не было написано, но по контексту было понятно тем, кто её читал, что её вроде как изнасиловали. И вот этот факт, а она была реально, там, 16 лет, когда смотришь, на фотографии очень красивая девушка. И вот этот факт, он, конечно, просто взорвал Россию, её фотографии были у каждого сочувствующего человека, был такой must-have набор, там, значит, висит там блок, Спиридонова, ещё кто-нибудь. И вот как раз на волне она вернулась. Я сделаю, на самом деле, возможно, отдельную большую передачу про неё потом. Спиридонова – очень интересный персонаж. И вот благодаря этому «Ореулу мученицы» она, конечно, молниеносно взлетела на политический олимп после своего возвращения из ссылки. Дело в том, что Мария Спиридонова заняла более радикальную позицию в партии эсеров, нежели была у её лидера Виктора Чернова. И это потом позволило ей возглавить вот эту крыло партии левое, которая откололась в ходе 1917 года. И, соответственно, составила коалицию с большевиками в октябре 1917 года, когда брали власть. Спиридонова была очень яркой женщиной, она достаточно жёстко, открыто полемизировала с Лениным, с Свердловым, в Овцыке. И, в конце концов, она стала одной из сторонниц мятежа левых эсеров 6 июля 1918 года. Но я напомню зрителям, может быть, кто-то не помнит, в чём заключались противоречия между большевиками и левыми эсерами. Основное противоречие, которое непримиримо их разделило, – это отношение к брестскому миру. Потому, что позиция Ленины заключалась в том, что социалистическое государство создано, и наша задача не продолжать войну с империалистическими державами, с империалистической Германией, а быстро начать преобразование на социалистической основе, и сам облик этих преобразований, сам успех этих преобразований взорвёт империалистические государства изнутри. Империалистическую Германию уж точно, потому что она связана с Советской Россией, во-первых, фронтом, а во-вторых, огромной массой военнопленных, которые через этот фронт возвращают сюда в Германию и несут туда, как это назвал Людендорф в своих воспоминаниях, бациллу большевизма. А левые эсеры относились к этому более эмоционально. Они считали, что Брестский мир только усилил германский империализм, он укрепился, и Германия, наоборот, сейчас, если она победит в войне, она сможет задавить Советскую революцию, и поэтому необходимо продолжать войну. Тем более, что Германия в нарушении условий Брестского мира продолжала наступление по территории России, захватив юг страны фактически, и кроме этого она оккупировала Украину, а оккупировав Украину, Германия установила там, по существу, колониальный режим. Германия страдала от голода, нехватки продовольствия, и попыталась все свои дыры продовольственные залатать, вывозя ресурсы с Украины. Это обернулось огромными страданиями украинского крестьянства, которое поднималось на партизанскую войну. Туда, на Украину, бежали пассионари, в том числе и партии эсеров, эсеровские агитаторы, и эсеры стояли за то, чтобы Россия вернулась в войну против Германии. Именно эсеровская партия организовала успешный террористический акт против командующего оккупационными войсками на Украине фельдмаршала Эйхгорна. И участницей этого террористического акта была еще одна выдающаяся женщина в революции, Ирина Каховская. Эйхгорн был убит. Нацисты впоследствии пытались сделать из него немецкого мученика, и, не знаю, значит или нет, Крещатик во время оккупации назывался Эйхгорнштрассе. Я не знал об этом. Они сразу же, как только взяли Киев, переименовали Крещатикова Эйхгорнштрассе. Здесь потрясающая фотография, там шесть женщин сидят в Акатуевской и женской каторжной тюрьме, вот там среди них как раз Каховская, Спиридович, там все. Спиридонова. Ой, извините. Спиридонова, конечно. Вот, но вот судьба этих женщин, она сложилась, конечно, гораздо трагичнее, чем судьба большевистских героин революций, потому что, несмотря на то, что они участвовали или во всяком случае сочувствовали, но если уж говорить о Спиридонове, то активно участвовали в революции 1917 года, то впоследствии они с большевиками разошлись. Правда, надо отметить, что левоэсеровская партия раскололась после 6 июля, когда эсеры подняли мятеж для того, чтобы вновь вовлечь Россию в войну с Германией, но проиграли, эсеровская партия раскололась, не все сочувствовали решению Центрального комитета, поэтому те левоэсеры, которые не сочувствовали, они тихо и спокойно влились в партию большевиков. Ну, а другие эсеры, они, соответственно, остались на своих эсеровских позициях, ну, партия была ликвидирована, они просто жили, как обычные граждане Советского Союза, Советской России. Некоторое время к Спиридону, несмотря на вот эту попытку восстания от них же, относились с уважением, учитывая ее предшествующие революционные заслуги, но к 30-м годам все это сошло на нет, и Спиридонова была арестована, а впоследствии и расстреляна уже в 1941 году. Это тем более поразительно, что Спиридонова из тюрьмы писала Ежову, она Ежову писала письмо, писала, что «имею большой опыт террористической подпольной диверсионной деятельности, готовы убить Гитлера, зашлите меня в Германию, готовы совершить террористический акт против Гитлера». Все эти письма оставались без ответа, но сам факт, то есть это высокий очень уровень идейности у этой женщины был. Каховская же, она просидела в лагере, ее выпустили, она занималась литературной деятельностью уже в 60-х годах, насколько я помню, она перевела «Маленького принца» Антона на «Сент-Экзупери», хотя вот, к сожалению, этот перевод, по-моему, не был издан, классический перевод, это перевод Нор и Гарри. Вот, это что касается героинь левой сэровской партии, также, честно говоря, очень несимпатичных. Ну, есть блистательный фильм «Шестое июля», где Марию Спиридонову великолепно играет Алладимидову, просто превосходно. Вообще, надо сказать, что в кинематографе 60-х, 70-х годов, к Спиридонову это какое-то отношение очень... Ну, на волне, как бы, вообще тенденции тогда в стране происходящих, естественно. Да, такое уважительное отношение, что это все-таки революционерка. И в этих фильмах там не вспоминается, конечно, ее судьба. Ну, понятное дело. Хотя мне кажется, что в 41-м ее расстреляли просто в числе прочих. Возможно, люди, которые ее расстреливали, которые принимали об этом решении, даже не понимали толком, кто это такая, что он и сделал. Ну, те, кто непосредственно расстреляли, возможно... Те, кто принимал решение... Те, кто принимал решение, ну, они же принимали решение как раз... Расстреливали политических преступников, которые теоретически могли попасть к немецким войскам, которые могли захватить. Их расстреливали всех при отступлении. Поэтому ее расстреляли в числе прочих. Я не думаю, что... Уверен, точнее, что это не был конкретный вот такой акт, а давайте расстреляем Спиридон. Нет. Нет. Ну, то, что это конкретный акт, давайте расстреляем Спиридону, потому что она же не единственная была. В массе. Ее расстреляли в массе. Тогда и... Вот. Так всех же... И это уже... Левых эсеров почистили. Нет, нет. Почистили всех. Ну, почти всех. Да. Это правда. Но я имею в виду, нет. Ее же расстреляли не в 37-м, ее расстреляли в 41-м. Когда немецкие войска наступали, и возникла ситуация, когда теоретически тюрьма могла быть захвачена немецкими войсками, и политические заключенные могли бы попасть к немцев. И могли бы быть использованы... Нет, но застреляли в 41-м, но арестовали-то не в 41-м. Не в 41-м. Она была повторно, да, в 37-м году арестована. Ее и дайдов арестовали, но в 37-м году она была арестована... Ну, были еще революционеры и в других партиях, очень видные женщины, и здесь можно сказать про Ариану Теркуеву Уильямс, которую мы с Павлом уже как-то упоминали в нашем диалоге. Это член партии Кадетов, женщина, которая себя впоследствии позиционировала как яростная противница большевизма, при этом интересный историк, автор фундаментальной биографии Пушкина, которая, кстати, была у нас недавно переиздана в серии «Жизнь замечательных людей». Ну, Арианна Теркова вышла замуж за британского корреспондента Вильямса, она работала в годы гражданской войны в Асваге в пропагандистском ведомстве Деникина, яростный тоже борец с большевиками, тоже человек очень пассионарный, до последнего не отказавшийся от своих убеждений, но она находилась на стороне проигравших. Но, как мне кажется, что все-таки те женщины, которые примыкали к кадетам, те женщины, которые примыкали к октябристам, они все-таки были менее энергичны, что ли? Может быть, потому что сами их идеи, они были менее энергичны? Хотя, Теркова, мы с тобой говорили, что ее называли единственным мужиком в партии кадетов. Просто она, может быть, была в другой социокультурной среде, все-таки, если мы говорим про партию эсеров и прочее, это партия действия. Ну, то есть она изначально так формировалась. Да, 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 это партия действия. Но и большевики этой партия действия не меньше, а больше. Безусловно. Идеи, и сейчас я просто договорю, что я не имею в виду, идеи переустройства общества, которые зрели в эсеровской и социал-демократической среде, они были гораздо более радикальны и заходили гораздо дальше, чем идеи кадетов, тем более октябристов. У кадетов они были достаточно умеренные и прочее. Ну, и плюс эсеры, они не только партия действия, они еще действия яркого, понятного и, самое главное, пиарного свойства. Ну, то есть убить Сергея Александровича, это же все, ты на коне. И они за счет этого очень долго выезжали. Хотя в последнее время я слышал такую вещь, что на самом деле популярность эсеров не только в этом заключалась. Ну, у них там еще была аграрная программа, 3 рубля. Но, слушайте, я, конечно, ничего хочу сказать, но я как специалист в области медиа все-таки знаю, что теракты играли ключевую роль в популяторах. Я бы сказал так, смотря для кого. Дело в том, что для образованного общества и для международного сообщества, конечно, теракты. Выражаясь из-за ком маркетинга, для медиа и для всего остального именно теракты. Потому что сначала ты совершаешь нечто такое, что расходится по, ну, простите за язык рекламы, для раскрутки бренда. С точки зрения раскрутки бренда теракты были первичнее, чем их программа по гражданам. Выскажу свою точку зрения. Опять же, теракты были первичны для образованного общества и для международного сообщества. То есть русское революционное движение в Европе было известно в первую очередь по действиям эсеров. Но для крестьянской среды имели значение не теракты. Про них крестьяне, которые в глухих деревнях там сидят, они про это, может, даже и не знали. Для них имело значение именно то, что эсеры в течение многих лет последовательно выступали за решение аграрного вопроса, за наделение крестьянства землей и ликвидацию помещичьего землевладения. Вот это для крестьян было гораздо важнее. То есть они на эсеров смотрели как на политическую силу, которая способна реализовать их чаяние. И поэтому именно крестьяне проголосовали за партию эсеров в учредительное собрание, когда костяк партии эсеров уже фактически отказался от этой своей аграрной программы, за исключением левого крыла, которое откололось. Но левое крыло откололось в тот момент, когда списки были уже поданы, и поэтому крестьяне, голосуя по существу за эту аграрную программу, проголосовали против неё, выбрав партию, дав большинство той партии, которая неуверенно уже относилась к этой программе. Может быть, имеет ещё смысл рассказать про женщин, которые не являлись революционерками, но которые очень способствовали этому, там же комиссаржевская, я не знаю, такого плана. Ну да, да, но здесь нужно сказать следующее, что, конечно, в обществе зрело, в интеллигентном, в образованном обществе зрело крайнее недовольство самодержавным режимом, деспотическим режимом, который существовал в России до 1917 года, он действительно был деспотическим, и поэтому в том числе и среди женщин было много симпатизантов демократического развития России, они, может быть, не всегда отчётливо представляли себе контуры этого развития, но во всяком случае всем было понятно, что самодержавие должно пасть, самодержавие уже не работало. И среди таких женщин были знаменитые актрисы Вера Фёдоровна Комиссаржевская и Мария Фёдоровна Андреева. Вера Фёдоровна Комиссаржевская, например, поддерживала партию большевиков, в частности... Замениванный букет. Да, в частности есть очень известный эпизод, когда Вера Фёдоровна прибыла в город Баку и дала там творческую встречу, творческий вечер, весь доход от которого пошёл на задержание партии большевиков. Обеспечил это никто иной, как Леонид Борисович Красин, который находился там в качестве инженера, занимавшегося электрификацией бакинских нефтепромыслов и организовавшего там подпольную типографию, на которой первоначально печаталась газета «Искра». И которую так и не смогли найти. За ней гонялись все, там даже была объявлена денежная премия за её поимпу, и всё равно всё было настолько чётко организовано. Красин был очень опытный конспиратор. Так вот, Красин встретился с Комиссаржевской, и из их разговора вскоре стало понятно, что Комиссаржевская сочувствует деятельности большевиков. В конце концов, когда творческий вечер состоялся, один из местных богачей преподнёс Вере Фёдоровне огромный букет, составленный из банкнот высокого достоинства, и весь букет отправился в косу большевистской партии. В правильную вазу. Да, совершенно верно. Ну а другой пример – Мария Федоровна Андреева, которая … Её Леонид «Феномен» называл. … придерживалась уверенно большевистских взглядов, и по всей видимости она оказала очень большое влияние на Максима Горького, потому что Горький её в течение многих лет любил. Там даже была вот эта история, когда они приехали в Соединённые Штаты вместе, и был скандал, когда местная британская пресса, узнал, что они не муж и жена, а вот вместе живут, и их выселили из гостиницы. Я в одном из, не помню где, читал потрясающую фразу в книге, по-моему, что это были совместные происки царского правительства и эсеровской печати. Меня так умилила эта спайка в то время. Так вот они взявшие за ручки эсеры, за ручки. Я вот недавно читал у Елены Чевчевадзе в книге «Революция западнет для России», что это, наоборот, был ужасный разврат, которым они поразили Америку. Ну, вообще странно это звучит, конечно. Ну, да, США была британской страной, и я реально, я нашёл в New York Times реальные статьи, прям там вот такие кричащие заголовки, что горькие там «Expelled» в том, там, все отели. Но его приютили, приютили в итоге. Не то, что приютили, а пригласили, зазвали. Да, на Стейтон-Тайленде, где он, собственно, писал роман «Мать», небезуспешная. Ну, из-за этого романа, кстати, ему потом в Россию-то и въезд был до 2013 года закрыт. Ну, не только из-за этого романа. Ну, я поняла, это была такая вишенка на торте. А действительно, да, с Андреевой у них складывались такие отношения, и они вместе в 1905 году на воздвиженке там была квартира, это была квартира мужа Андреевой, где Горький с Андреевой устроили, там была и динамитная мастерская, и переправочный пункт для всех, вообще координационный, один из координационных центров вооруженного восстания 1905 года. И всё это тоже во многом благодаря Андреевой. Ну, и Сава Морозов тоже там во многом благодаря Андреевой. Честно, тоже влюблённый в Венеру. Где деньги давал там не только на Амхат, но вот и Красина она ему представила фактически. То есть, да. Хорошо, Андреева, Комиссаржевская. Кого ещё бы отметить-то из таких? Ну, в принципе, мы основной костяк ярких персон назвали. Ну, хорошо, Егорушка, такой очень познавательный, информативный в данном случае выпуск, решили мы тут без всяких там версусов это сделать. Давай, может быть, скажем пару слов о грядущем? Ну, главные грядущие события осени – это фестивали цифровой истории, их будет два, ближайший пройдёт 19 октября в Санкт-Петербурге в гостинице «Москва». Билеты на него уже продаются по ссылочке в описании. На этот раз фестиваль будет посвящён теме «Мир советского человека». На этом фестивале выступят специалисты-историки, которые расскажут о такой модной теме, как история повседневности. Мы затронем вопросы советской моды, советской еды, увлечений советских подростков в 60-е, 70-е годы, советского кинематографа, чему он учил, советская литература и переводную литературу. Кстати, будет очень интересный доклад, что мог советский человек прочитать из западной литературы. Да, и где. Да, и где. Ну, где, в принципе, понятно, самое главное, что и как она к нему попадала. Но там будут не только истории, там будут специальные приглашённые гости. Да, там будут ещё специальные гости. В частности, вишенкой на торте, как мы рассчитываем, будет диалог знаменитого писателя Андрея Константиновича Константинова, автора небезызвестного произведения «Бандитский Петербург» и сценария для одноимённого сериала, и Дмитрия Юрьевича Пучкова об преступном мире и правоохранительных органах в позднем Советском Союзе. Да, но Константинов, он ещё один из создателей «Ажура» агентства журналистов. Ну и сейчас вот «Фонтанка.ру», один из ведущих порталов «Бандитский Петербург» — это тоже фон. А второй фестиваль состоится 30 ноября, 1 декабря в Москве. Он будет посвящён теме «История и литература». Там тоже будет очень много интересного. В частности, доклад Олега Валерьевича Соколокова про роман «Три мушкетёра». Может быть, даже я что-нибудь подготовлю про «Три мушкетёра». Но там тоже был специальный гость. Мы сейчас все карты не раскрываем, потому что программа основная намеченная, но она может немножко измениться. Будут, естественно, сюрпризы и от нас с Егором. Обязательно. Да, смотрите. И вообще от нас с Егором тут грядут в принципе сюрпризы. Я надеюсь, мы только что это обсуждали, и я надеюсь, что это будет реализовано. Не буду анонсировать, что это будет, потому что не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Значит, в частности, у тебя продолжаются твои эти прогулки по воде? Ну, прогулка по воде уже заканчивается, потому что заканчивается погода, но будут пешие прогулки, ну, точнее, не пешие, прогулки в помещении. Например, у нас будет экскурсия про советское освоение Арктики, Папанин, Чкалов, Шмидт. Ну, это музей будешь делать? Да. Ну, прекрасно. По экспозиции музея. Это бывшая Стареобреческая церковь. Арктики, Антарктики. На улице Марата замечательная. Ну, а у меня пока еще продолжается, там тоже посмотрю, что это будет с погодой. То есть, приходите в Москва, Петербург, экскурсии идут полным ходом, самые разные. Потом начнется элекционный цикл, правда, в этот раз я буду уже гораздо реже, там, лучше меньше, да лучше. Устал, Павел. Ну, кстати, да, устал, на самом деле. Ну, а Берлин уже там практически под завязочку, но еще места есть, октябрь, ноябрь, и Париж, конец января, пожалуйста. И 4 октября у меня будет лекция в Нижнем Новгороде. Меня организовали, я там буду снимать 4 ролика параллельно, и будет лекция, посвященная Бетанкуру. Это фактически дедушка русской инженерии, про которого один из его учеников сказал, мы все вышли из Бетанкура. Он очень много сделал и для России, и для Нижнего Новгорода в частности, или Нижнего Русской ярмарки, и вот мост понтонный он там построил, и все такое прочее. В общем, всю информацию вы найдете в описании под нашим видео. Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, увидимся с вами еще обязательно оффлайн и онлайн. А на сегодня все. Пока.